Мир был еще таким новым На долгий промежуток времени В каждом взрослом живет ребенок Эта банальная истина говорит нам о том, что мы всегда в поиске, в размышлениях Готовы включиться в игру, чтобы узнать немного больше того о нашей жизни, чем мы знаем о ней сейчас Вообще сам феномен игры заключается в том, что она моделирует не только жизненные ситуации Но и закладывает в нас с детских лет наши отношения к миру В том числе к миру окружающих нас реалий Государственного устройства, производственных отношений, семейных, бытовых и иных взаимоотношений Человек общества, это вот такое внешнее проявление человека будущего Это некий такой гражданин 20-25 Кермин игра существует в нескольких ипостасях Как модель мира, которую тебе задают и в которой приходится жить И где ты открываешь все новые и новые закономерности и истины Игра как умение примерять на себя разные роли, показать свои лицедейские качества Игра как коллективный вид спорта, где всем требуются твои физические данные Выносливость, умение бороться и побеждать Игра как способность коллективно сконцентрироваться на решении одной задачи И проявить интеллектуальные прикладные качества Игра как способ освоить предлагаемое пространство И вывести такие схемы поведения, которые станут одинаково универсальны Для решения социальных, управленческих, государственных, короче, жизненных задач Россия должна не претендовать на мировое лидерство А дать качественную продукцию А стать лидером, совершенно верно Как видите, мы делаем упор на такие сферы, как социальная сфера, промышленность, инновации Которая должна быть в любом регионе, зависимо от его специализации и профиля Кроме того, ЖКХ, потому что мы все понимаем, что если у нас нет газа, воды Каких-то главных человеческих систем, которые уникли наши потребности Мы не можем дальше развиваться Как мы уже сказали ранее, в центре всего у нас человек Человек не хомо-самик, человек индивен, человек культурный Человек религиозный, человек духовный Можно много разных синонимов придумать В игру ввязались 18 и 19 июня 2012 года Участники площадки молодежных правительств Молодежного международного экономического форума Которая проходила в Санкт-Петербурге Руководитель игры Максим Осовский Предлагает ребятам занять свои рабочие места за столом В дальнейшем игроки будут меняться местами, ролями и жизненными ситуациями Первая задача для участников Визуализировать на листе Ватмана свое представление Российском государстве 2025 года За 20 минут, что давалось на задание Каждый предлагал и обосновывал свою систему государственного устройства Каковы будут у России взаимоотношения с ближайшими соседними и крупными державами Насколько густонаселенными будут нынешние российские города-миллионники Какому административно-территориальному делению в городах В итоге отдаст предпочтение государство будущего И многое другое Предлагалось нарисовать на картах места для источников поступления И потенциальных угроз для поступления денег в казну Человеческих сетей и человеческого капитала Систем управления и принципах их построения на базе современных информационных технологий Время, отведенное на создание карты России 2025 Закончилось и участники вывешивают каждый свою карту на стену Город, где можно жить Город, где не надо ехать 2 часа на работу 8 часов 9-10 работать 3 часа ехать обратно Жизни тут нет Спасибо, друзья Теперь от каждого стола к соседнему столу Идут гонцы делать 5-минутные доклады Чтобы познакомить соседей со своим видением государства будущего Это называется вертушка Каждая команда в итоге суммирует предложения, высказанные другими командами Потом группы в течение 3-х минут обсуждают то, какие вопросы им задавали за соседним столом И что рассказали гонцы из других групп Одновременно дорабатывают свое видение Периоды таких переходов и общений друг с другом Гонцы совершают до тех пор, пока все столы внутри одной секции Все группы не представят друг другу все свои концепции Теперь модератор раздает участникам карточки с названием трех ролей Олигарх, интеллигент, бюрократ За каждым столом оказывается по два представителя от бизнеса, общества и власти Через 2 минуты вам надо вернуться в свои домашние группы Олигархов, бюрократов и интеллигентов За 60 минут, отведенных ведущим Участникам игры необходимо проявить не только мастерство перевоплощения в создаваемый образ Но и найти достаточно убедительные доводы Чтобы доказать, что тот же чиновник или олигарх В конкретной ситуации поступит именно так, а не иначе Собственно, наша схема означает только то, что есть солнце, но в виде нашего лидера национального Который определяет между абсолютным порядком и абсолютным хаосом Третье разделение на группы У каждой из четырех секций есть стена, на которой участники вешают карточки форсайта Форсайт с английского – это взгляд в будущее, вперед смотрение На стенах висят четыре белых простыни с таймлайном, деление на котором соответствует годам от 2012 до 2025 года Модератор раздает участникам карточки Всего будет четыре такта Первый такт – ребятам раздает карточки технологии Их нужно заполнить вариантами тех технологических открытий, которые будут совершены в будущем Каждый участник должен написать на своей карточке одну технологию Например, передача эмоций на расстоянии по Wi-Fi Которая повлияет на жизнь в России в период с 2012 до 2025 года Второй такт – раздают карточки события Каждый участник должен написать на своей карточке одно событие, которое станет заметным в нашей стране в период с 2012 до 2025 года Третий такт – раздают карточки законы Каждый участник должен написать на своей карточке один закон, например, о введении электронного голосования на выборах Который окажет огромное влияние на жизнь в нашем государстве в период с 2012 до 2025 года Четвертый такт – карточки альянсы Каждый участник должен написать на своей карточке пример кооперации или орг структуры Например, альянс с Евросоюзом, отмена виз, создание агломерации на базе крупных городов, объединение партий Которые могут возникнуть в России в период с 2012 до 2025 года Каждый из вас знает, что вы в банке, ваша информация поступает в банк Расплачиваетесь за телефон, авиатор собирает информацию То есть у всех в группе кооперации есть для каждого из вас данные То есть нужно только собрать эти данные На стене появляется образ российского государства будущего С новыми технологиями, альянсами, с новыми нормами и законами России В строительстве, в которой уже сейчас они участвуют А через 10-15 лет они станут главными архитекторами и строителями То есть мы берем какие-то нормативы Смотрим, если чиновник эти нормативы выполняет, он получает такую-то зарплату Если он там перевыполняет, он получает, соответственно, зарплату в соответствии с коэффициентом Как потопал, так и полопал, да, чиновник как работает, так и получает И второе, мы можем, исходя из этого, оценивать работу чиновника Если чиновник получает хорошую зарплату, если он эффективно работает, значит, его можно повышать Значит, человек хороший Если чиновник, извините, живет на своей 4 500 плюс бесплатный бутерброд Значит, этот чиновник работает очень плохо Значит, стоит подумать о том, чтобы его заменить Мы говорим о том, что эффективный человек, он может состояться везде На госслужбе, в бизнесе, быть хорошей мамой, папой, сантехником, без разницы Если человек сам по себе эффективен, то он будет и эффективным чиновником в том числе Ситуация следующая, на самом деле, нам надо найти две противоположности И связать это в одном понятии эффективный чиновник То есть, мы для себя определили, что большинство результатов, которые делаются чиновниками, они не доводятся до конца И чтобы определить эффективность, надо проследить результат, где результат работы, конкретная работа чиновника Небольшой, маленький или большой результат, но чиновник должен определяться по результатам Единственное, что может повысить эффективность человека, это жесткий контроль Контроль будет, скорее всего, формироваться через более высоко стоящего чиновника А также с помощью людей, которые пользуются доверием всего коллектива Это могут быть какие-то неформальные лидеры, которые будут оценивать работу Было показано, что бюджет формируется из налогообложения бизнеса, фермерства и госкорпорации Которые, в свою очередь, с которых снимается налоговое время за счет того, что они финансируют те сферы, которые, по идее, сейчас финансирует государство Идея в том, чтобы сократить роль посреднических функций государства между сбором и перераспределением средств То есть мы оставляем государство, которое будет распределять средства только на три вышеуказанные статьи Армия, услуги и социальная сфера Все остальное, то, что здесь не указано То есть это и наука, это и образование, это и транспорт, и промышленность Все это переходит на финансирование Есть спрос, есть предложение То есть на финансирование бизнеса У меня вопрос, кто будет финансировать Олимпийскую сборную Российской Федерации Кто будет финансировать сохранность памятников архитектуры и природоохранную деятельность Социальная сфера, она остается, она включает в себя часть спорта, часть культуры Но и в тех объемах, которые сейчас То есть у нас есть отличная международная практика И будем далеко ходить к большому брату за океан В Соединенных Штатах Америки спорт это не государственная статья расходов Это полностью бизнес и очень прибыльный бизнес Игра окончена И как знать, может быть лет через семь Встретившись вновь на очередном питерском экономическом форуме Министры уже реальных правительств субъектов Российской Федерации Вспомнят о том, как в 2019 году они сообща, поддерживают друг друга Договаривались, как развивать экономику и победить коррупцию Ведь мы стремительно взрослеем А новые идеи и новые технологии также стремительно входят в нашу жизнь Редактор субтитров А.Семкин